По техническим причинам мы отсутствовали целую неделю, поэтому данный выпуск выходит с большой задержкой. Но мы не имели права не рассказать о лучших моментах недели. Надеемся на понимание. Спасибо! Здравия всем любителям хоккея! 14-я неделя НХЛ запомнилась тысячным матчем Николаса Бэкстрема, дебютной шайбой Виталия Кравцова, первым хитриком Павла Бучневича, который оформил его в свой день рождения. Ну а главным героем недели стал Патрик Марло, который отыграл рекордный поединок, опередив Горди Хоу, и вышел на первую строчку по количеству сыгранных матчей в истории лиги. 1768-я игра в карьере пришлась на встречу с Вегасом. Этот вечер навсегда войдет в историю хоккея. Весь стадион честовал Патрика Марло. Действительно крутое достижение! Браво, Патрик! Ну а теперь, к лучшим игровым моментам, неделя 14-я. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Открывает наш топ хороший гол Джейми Бена Коламбусу. После отскока шайбы от вратаря, Бен первым касанием выиграл борьбу за снаряд, а вторым с лета отправил его в ворота. Астон Рис сбрасывает шайбу в зону, Родригес ее получает, отдает шикарный пас, и Блюгерс забивает уже в пустые ворота. Эван своим блестящим, слепым пасом-оставлением просто сделал гол. Теодорсу надо было просто не испортить момент. Летчики умеют исполнять булиты. Вот доказательства из серии против Питтсбурга. Посмотрите, как красиво Кло Жеру убрал гол Кипера. Следующая попытка от Шона Кутерье, и тоже очень эффектно. Развернул корпус, смутив Джарри, и точно бросил с неудобной. Уилсон в углу площадки выдает пас в центр на Кузнецова, и Тодд без проблем отправляет шайбу в сетку. Заранее оценив ситуацию, Том вслепую выдал филигранную передачу на Евгения, а Тодд, словно на тренировке, буднично разобрался с Лайоном. Последние секунды периода. Терри пасует на Хенрика, и какая самоотверженная игра от Дрю Даути. Лег под бросок, и эмблемой остановил атаку. Открывают пятерку нашего топа Ника Штурм, и его великолепный гол акулам. На скорости решил заложить вираж, воспользовался нерасторопностью Джонса, и из-за ворот вложил шайбу в цель. Наброс от Синий, добивание, Раск надежен, шайба отскакивает на пустой угол, и Казанс не может переграть туку Раска. Казалось, шайбе уже заказали Убер в ворота, но восхитительная игра ловушкой Раска, и заказ отменен. Ноу гол. А перед тройкой призеров минутка полезной информации. Друзья, вы, наверное, знаете, что я и сам играю в хоккей, и те из вас, кто также не прочь погонять шайбу по льду, наверняка в курсе, насколько остро стоит вопрос неприятного амбре от формы. Недавно я попробовал нейтрализатор запаха Helmitex, и нереально доволен результатом. Запах устраняется полностью, и играть в хоккей становится вдвойне приятно. Даже моя видавшая виды амуниции теперь пахнет как новенькая. Для хоккея есть линейка для экипировки, шлема и коньков. Все это я опробовал на себе и могу смело рекомендовать каждому. Хватит отравлять жизнь партнерам по команде, переходи по ссылке в описании и забудь о неприятном запахе от формы. Бронза нашего топа достается фееричной шайбе Флориды, изумительный пас Юбердо после спинорамы и точный бросок Дюклера в касание. Такие голы и должны украшать матчи лидеров. Красотища! Вторую строчку мы отдаем необычному спасению от Брейдена Холтби. В этом сезоне Брейден находился в тени. Возможно, эта вратарская мельница поможет выйти голкиперу на прежний уровень. А сейв получился красивым. Что тут сказать? Звание лучшего момента недели получает волшебный гол Конора Макдэвида. Совершил перехват, включил свою фирменную скорость, продавил двух защитников и не оставил шансов Аллену. Вдобавок, эта шайба стала победной. Первое место. Конор Макдэвид. Эдмонтон Оилерс. На нулевой строчке сразу два претендента. Джонатан Квик и его ляп в поединке против рыцарей. Коварный заброс из средней зоны обернулся неожиданным отскоком. И даже такой опытный вратарь ничего не смог с этим поделать. Сезон у Джонатана получается отвратительный. Что говорить про менее опытного Скотта Уэджвода, который в похожей ситуации пропустил вот такую бабочку. Чуть более простая ситуация, но результат такой же. Шайба за спиной галкипера. Да, это был явно не вечер Скотта. Бонус недели! А вот замечательный эпизод, показывающий роль каждого сотрудника в команде. Внимательные люди заметили, что потерявший клюшку Сидни Кросби на скорости умудрился получить новое орудие труда от сервисмена клуба. И через несколько секунд забросил шайбу. Великолепная командная работа и крутой около-хоккейный ассист. Не правда ли? На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте свой еженедельный хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. Продолжение через неделю. А с вами был Филипп Олешев, специально для Фокс Хоккей. До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok